К сожалению, мы сегодня столкнулись снова с кадровыми проблемами. Когда вчера я говорил, что сегодня у нас добавятся игроки, к сожалению, мы вновь потеряли одного из лидеров. Не смог переодеться даже на игру назад Бибулатов, проблемы со спиной. Ну и все равно сегодня команда старалась, создавала проблемы соперника. В принципе, первый тайм мне понравился, реализуемый свой момент, все могло повернуться совсем в другую сторону. Ну а потом, во втором тайме, вот этот момент с третьим голом и четвертый, эпизод, который я считаю такой страшно спорный. Судьи вообще у нас что-то видят, нет, в очках, может быть, судить начнут. Падение метра на два дальше ставят туда, куда игрок уже по инерции пролетел и упал. Карлиницу пробивать с восьми метров, конечно, наверное, удобнее, чем с одиннадцати. Или с десяти, допустим, не знаю. Хотя он и с десяти потом забил. Это уже так, лирическое отступление. 4-1 счет встал, конечно, мы уже понимали, что отыграться тяжело. Тем более, после удаления Филиппова, когда у нас даже элемент 5-4, можно сказать, что пропал. Потому что это два ключевых игрока в системе игры 5 на 4. Но мы даже уже не стали пробовать. Так доигрывали игру, в принципе, ребята старались. Но получалось не очень много. Говорить банальные вещи, что Дина сильнее, я думаю, смысла нет. Все и так это знают. Счет 9-2, конечно, угречает. Но, наверное, это все равно объективно. На сегодняшний момент, с учетом наших трудностей, и кадровых, и, возможно, финансовых, тоже не добавляет ребятам психологической уверенности. Ну, а про уровень соперника я уже говорю. Дину с победой, удача в чемпионате. Мы будем готовиться к следующему. Сегодняшняя игра во многом напоминала сюжет вчерашней игры. Мы также первые 10 минут матча на самом деле просто не могли справиться с Ямалом. То есть у нас были большие проблемы и в движении, и в созидании, и в оборонительных порядках. То есть соперник создавал, соперник забивал. Так и вчера вел в счете со счетом 1-0 длительный промежуток времени. И, наверное, все это было по делу. Но я благодарен команде. Мы, наверное, поэтому и претендуем на самые высокие места, что мы должны перестраиваться по ходу матча. И если у нас что-то не получается, у нас есть варианты ведения игры другими сочетаниями. Есть футболисты, которые могут выйти на замену. Я сегодня благодарен всем футболистам, которые выходили на замену, и вообще всем, кто принимали участие в игре. Благодарен Игорю Трушкину, который сегодня очень хороший матч провел, вытащил хорошие мячи именно в те ситуации, о чем сказал Владимир Викторович, когда они вели 1-0. Я думаю, что они могли вести с большим счетом. И именно Игорь выручил и придал уверенности нашим футболистам. И именно он сделал эту передачу, когда удаление было у Филиппова. То есть это опять же был Трушкин. Поэтому каждый, кто сегодня был на площадке, они внесли свою пользу. И я очень рад, что мы выиграли с большим счетом. Мы как созидали во всех матчах в результате, так и созидали. Другое дело, что соперник уже раскрылся, ему, конечно, надо было что-то делать. И мы поймали свой кураж у второй части матча. Желаю сопернику дальнейших хороших матчей. И я думаю, что у них все будет впереди. А нам сейчас хорошо отдохнуть и готовиться. Через 4 дня мы играем уже с норильским ягером.